всем привет с вами тед и сегодня у нас важнейшая тема это теран это разведка то есть мы посмотрим все основы базовой разведки чтобы их понять нужно сначала понять динамику старкрафта в чем вообще сущность так сказать всех этих передвижений построек и прочего 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 динамика самом деле очень просто и вся базовая разведка строится именно на простой как бы понятной формуле самом начало у вас игра предполагает что вы можете начать строить рабочих то есть вот у вас 50 минералов вы конечно можете перестать их не строить а сразу заказать supply накопить поставить барак и как бы продолжать оттуда строить мариков но пока марики будут идти через всю карту это займет им 30 секунд за это время соперник успеет построить и рабочего которого вы вначале не построите и построить свой барак и у него марик только выйдет то есть ваш придет у него выйдет ваши марики как бы равны вы друг с другом начинаете допустим висеться размениваетесь в ноль но соперник этому моменту построил одну лишнюю ксм к вы нет и вот на этом смысл как бы все балла баланса так сказать именно базовой разведки и строится что через минуту его один лишний рабочий добудет лишних 50 минерала и он сможет поставить на них там бункер например ну и бункер вы уже никак не пробьете и на этом он ставит там цеху выходит катастрофически вперед вот так что самое главное в разведке на что нужно знать это экономика а именно количество рабочих ну и то есть то бас так и бы по совместительству поэтому открытие сап лайка у нас идет потом у нас идет барак у нас идет газ и вот это вот мы включаем базовую разведку и здесь вообще разберем игру по реакции собственно что можно делать как можно реагировать на 17 лимите наша ксм к вот это бежит в разведку то есть 16 ксм предлагаю также отвлечься буквально ненадолго и ответить в комменты на вопрос кто круче тайкус или рейнер вот я голосую за тайку со мне он больше все импонирует прикольный прикольный персонаж вот если вам до сих пор не хватает а прямо чтобы кстати исполнять такие страты и разведывать смотрите видос предложки как увеличить свой пм если не растет вот собственно и так первая разведка смотрите она что против она против всех раз примерно одинаковая она дает вам понять во что идет сейчас соперник то есть если у него вторая база если должна быть к примеру против против со вы играете вы можете примерно прикидывать что обычно вот под этот тайминг уже 2 база ставится то есть здесь мы представляем что ее конечно же нет но будем представлять что она есть и ставить свою вторую базу если вы приходите видите что просто не хочет ставить вторую базу ставите свою сверху то есть вы можете пилот не менять менять какие-то вещи подстраиваться и как вообще правильная реакция то есть вы должны как только вы поняли что у вас экономика вырвалась вперед а у соперник по ней начинает отставать сидеть в защите и все перестать строить ксм ок либо почти их не строить и начать максимально 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 строить юнитов вот и вся логика пока соперник идет к вам вас здесь копится больше и это в принципе вот базовое правило которое поможет вам реально подниматься патиком все понимать что происходит и так далее вот то есть рипером своим первым бежим и вот тут опять же вторая часть разведки где мы открываемся в рипер cc кстати до этого мы не открывались поэтому еще раз обращу внимание на открытие то есть мы открываемся supply barack газ делаем орбитальную станцию делаем рипера именно в таком порядке орбиталка потом рипер ну примерно одновременно они делаются но если что лучше сразу орбиталку затем мы делаем цешку внизу если нам мешают и можно поставить сбоку она вся но умеет летать это как бы сильно не помеха вот и дальше делаем любой наш билд к примеру 111 с переходом мех бил это не важно большинство теронов начинающих допускают такую вот ошибку они этим рипером пытаются пойти и наубивать пробок что-то еще сделать это плохо это неправильно он имеет огромный потенциал это один из самых быстрых юнитов в игре на вот этой стадии игры очень мало юнита вообще физически могут догнать рипера поэтому рипер это супер жесткая и лучшая разведка вот на ранних стадиях игры он может за короткое время пролететь всю карту поискать прокси здесь там отбиваемся делка это неважно тут не будем сосредотачиваться вот но самое главное вот у нас замес небольшой сын 3 я пытаюсь избить щиты развести на филд или еще на что-нибудь он естественно не делает никаких способностей поэтому я улетаю вот так как я знаю что физически просто сейчас не может быть еще второго юнита потому что взялка там открылся я захожу посмотреть если тут какая-то технология вижу роба и улетаю вот это самое главное самое главное сохраняйте своего рипера он еще вам пригодится не раз и можно очень много всего контролить отправляем его на зелнагу либо еще куда-нибудь это но полезное использование рипера и дальше чем суть тернов и как я рекомендую вам вот на этом этапе сейчас и стоит свой геймплан до план на игру за террано круче всего под так сказать делать разведку боем и пассивно сидеть как я сказал если вы впереди по экономике вы в принципе можете пассивно сидеть и все окей вот и вот вам простой сказать алгоритм действий увидели у соперника вторую базу ставите раскачиваете начинаете массить юнитов между делом здесь скорее всего будет третью базу подставляете и она просто стоит у вас нету на нее ксм вы сидите на 44 50 ксм ок в этих пределах то есть на двух базах и сидите и как только соперник занял третью тогда уже начинаете думать если он занял ее очень рано идете его пушить потому что он рано занял скорее всего ему будет нечем отбиваться если он занял так что вы смотрите о вроде как раз я и свою могу поставить ставите свою то есть перелетаете ей естественно закрываетесь и дальше сидите на трех базах то есть я рекомендую реально термином пока вы не вышли в мастер-лигу не атакуйте просто-напросто термин в защите супер сильная раса за счет того что у них поднимаются закрывается сапплай и у них очень классная sim city может быть сапплайов куча танков в защите то есть защищаться за терра на одно удовольствие поэтому рипер мой просто дает информацию вот тут тут бегает он пытается выживать самое главное не подставляться смотрит наличие третьей базы а здесь мы готовим дроп минфте ну кто в это время и в чем наша движуха вот мы какой-то какой-то придумываем способ как мы можем принципе напрягать нашего соперника это не дать на протеста может быть террин либо зерк это может быть какой-нибудь рейвен к примеру на то есть просто рейвен открылись и рейвен периодически залетает и кидает авто турель вот и все и вы просто сидите периодически наносите урон сопернику экономически в данном случае это будет дроп мин и следите за его экономика я вижу что процесс не выходит пока что в третью базу поэтому раскачав свою я просто сижу делаю свои апгрейды делаю юнитов свеч сделал био в этой игре и буду сейчас дропать минку то есть дропаем минку чет по убивали собрали оставили эти дропа они дают инфу то есть опять же не расценивайте это как что-то что должно просто взять и уничтожить вашего соперника обязательно расценивать это как получение дополнительной информации вы видите как соперник отбивается кем он отбивается то есть все вот эти штуки даже если потеряете в принципе это не супер критично потому что вы уже словили какую-то инфу а вы поняли а он сталкерами отбивается возможно это будут сталкера колосса и вы можете заранее подготовить пару викингов против колоссов к примеру ну и также в любом другом матчапе думать вот но в любом случае это классный экономический урон у вас он висит и вот здесь вот рипер стоит смотрит третью базу постоянно подходит пока 3 базы нету мы сидим и ничего не делаем мы видим что соперник тоже самое в принципе делает да то есть он следит за нами но у нас тут 3 ставится как раз как я и говорил тем временем медиваком показываю опять же мы мин и отдаем вот они пролетают чик-чик чик-чик что-то наносят медивак может умереть может не умереть пойдет возможно разведывать да то есть его можно оставить но самое главное следить 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 и эти я третью не занимаю она здесь спокойно сидит проверил рипером прокси какие-то и вот рипер прибегает видит наличие 3 как только мы видим что соперника выходит третью базу мы понимаем что он вышел в него поздно если он не вышел так поздно мы просто берем нажимаем f2 клик и всей нашей толпой идем идем крушить его параллельно ставим третью базу все в итоге как как работает эта тема мы выходим пушить сопернику нужно защищаться а он еще и не раскачал свою третью то есть он не успел то что мы вышли в момент когда она только ставилась то есть она ставится она там пока достраивается мы идем приходим начинаем напрягать а у нас 3 уже работает потому что мы перелетели нам не обязательно ее ставить чтобы она начала работать мы можем здесь расставить этих баз а потом в любой удобный момент перелететь вот это супер классный геймплан затерна используя просто базовую разведку по экономике по количеству баз то есть реально достаточно легко будет если вы будете собирать лимиты опять же 200 лимита к 10 минуте до мастера вам прям выше крыши хватит любые лимиты любые юниты будут вот так вот рассыпаться вот собственно вот такая вот базовая разведка затерна спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед